Мы затеяли на канале Финверсия серию прямых эфиров, которые назвали личными. Но они получились не совсем личными, скорее о времени, о нас, о наших бедах, надеждах и смыслах. И некоторые наши зрители просили меня рассказать о себе. А я задумался, а что рассказывать и как? Ведь любой из нас прожил такую огромную жизнь, как уложить ее в час или в два или в три рассказа, как передать все ее оттенки, как рассказать о том, что заставляло любить и надеяться, во что верил и о чем мечтал, от чего плакал и кусал губы, смеялся и ликовал. И чего состоит твой день, о чем твои сны и чем наполнен твой дом. А потом я вдруг понял, как хотя бы попытаться это сделать и как не тратить на это слишком много минут чужой жизни, не менее драгоценной, чем твоя. Надо просто начать сначала. А в начале было слово. В доме жили книги и мальчик. Книг было много, а мальчик был один. Может быть, поэтому, может быть, по другой причине, но они полюбили друг друга. Мальчик брал книги, как берут драгоценности, как прикасаются к возлюбленной. Гладил их крышки, вдыхал их сухой аромат. Знаете, многие скажут, что аромат бумаги это не самый изысканный запах, но я с ними не соглашусь. Да, я знаю, возможно, просто в те времена не было иных ароматов. Книги охотно открывались мальчику. Одни из них просто соскучились по прикосновению человеческой ладони. Другие любили учить. Некоторые книги разговаривали с мальчиком, как с равным. Некоторые снисходительно посверкивали на него позолотые виньеток академических корешков. Ну давай, малыш, осмелься. Книги учили мальчика жить. Говорить простыми и ясными словами. Познавать то, что сильнее смерти и страха жизни. Слышать музыку слов. Узнавать о том, как жили когда-то давно другие мальчики. И как они умирали, когда надо было умирать. Книги торопили. Давай, выбирай. Ты можешь брать и обрести удовольствие человека. Или отдавать и познать счастье богов. Потом мальчик ушел, как уходят все мальчики. В вихрь каких-то дел и встреч, свиданий, ссор, идей и разочарования. Но он приезжал к книгам. Иногда брал какую-то из них с собой. И часто привозил им новых товарищей. Книги поджимали ряды, втягивали все неровности своих переплетов и становились рядом, полагая, что так правильно. В тесноте да не в обиде. Шло время. Годы. Потом десятилетия. В доме сменилось все. Унесли старый диван. Ушел проигрыватель. Уехала кушетка. Исчезли куда-то старые шкафы. Появились новые, удобные для книг. Пропал большой телевизор, важно восседавший на огромной тумбочке. Книги не ревновали к нему. Они знали, что он показывает только то, что есть в них. А если что-то другое, то не стоит и смотреть. Появились и пропали видеокассеты, чем-то похожие на книги своими яркими обложками. Книги смотрели на них свысока. Как можно так олиповато наряжаться? Промелькнули тонкие и сдержанные CD-диски, уступив место каким-то вообще невзрачным с точки зрения книг серым мышкам, флешкам. Ни рожей, ни кожей. Где франтиспис? Где гарнитура? Где оглавление? И бог мой, разве можно нести слово со столькими ошибками? Книги не знали, что эти серые мышки уже много где вытеснили их собратьев. Пропали люди, которые входили в этот дом. Люди мальчика, разговаривавшие друг с другом, отмечавшие праздники, любившие друг друга, спорившие. Многие из них тоже брали книги. Все реже и реже с каждым годом. Книги ждали. Книги стояли на своих полках, как стойкие оловянные солдатики на часах. Караул, который не устал. Мальчик вырос. Даже уже не вырос. Сначала возбужал, потом постарел. И опять стал все чаще и чаще брать книги в ладони. Книги не удивлялись. Они знали, люди могут приходить и уходить, а они несут свой караул вечно. И только бывший мальчик иногда смотрел на книги и спрашивал. Молча, потому что спрашивал сам себя. Где тут новый мальчик, которого ждет этот караул? И самое главное. Он вдруг понял, что книги научили его всему, но он так и не знает, есть ли в его книгах ответ и на этот вопрос. Вот и вся история, которая произошла в пору моего детства. И многим может показаться сейчас фантастически невероятной. Но до сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о берега острова сокровищ. И я вскакиваю из постели, когда мне чудится хриплый голос капитана Флинта. Пиастры, пиастры, пиастры. Плывут седые облака в лазурь высоты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, в мечты. И изменяясь на лету, уходят облака в мечту. Они плывут, как сны, точь-в-точь. Плывут седые паруса торжественно чисты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, мечты. И уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту. Не в силах ветра превозможны. Прочь, прочь, прочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok